Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью и с вами я Мила Тарасевич. Сегодня в студию мы пригласили туристического эксперта Ксению Пашкевич, который расскажет нам о последних новостях в Ростуризме. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Мила. Ну, ввиду сложившейся ситуации с коронавирусом, закрываются одна за другой страны и у многих туристов, конечно же, возникает вопрос. Куда же сейчас можно все-таки полететь, отдохнуть без рисков? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, Мила. Конечно же, сейчас паника сохраняется, но она уже идет на спад. Вначале туристы просто все поголовно пришли сдавать туры, потому что не знают, информации никакой не было, что же делать, а я улечу, меня оттуда не вернут, а что будет, да. Мы, конечно, понимаем, потому что мы такие туристы, как и они, да, и сами в такой же ситуации могли оказаться. На данный момент спад происходит, и люди уже думают на позитиве, думают о позитивном, о предстоящих отпусках, которые все равно у людей запланированы. В любом случае те страны, которые закрыты, они откроются, это не навсегда, закрытие границ. Вот. На данный момент желательно, если можно, лучше бы воздержаться все-таки для людей, которые хотят, планируют отпуска. Для самых бесстрашных. Для самых бесстрашных стран, о которых можно получить полную достоверную информацию на сайте Ростуризма. Там полная информация предоставлена. И Таиланд. Вот. Три страны, которые я бы хотела выделить на сегодняшний момент. Что касается о странах, которые нежелательно сейчас посещать. Значит, официальные данные на сегодняшний момент. Ограничения на въезд страны. Это у нас какие? Китай, который с февраля месяца, да, основная история, откуда у нас идет распространение. Италия, Иран, Корея и, пожалуй, наверное, все. Еще в страны есть ЕС. Но вот более подробную прямо официальную информацию, пожалуйста, на Ростуризме. Что касается об ограничениях въезда. То есть многие страны закрылись, ну, в связи с тем, чтобы сохранить свое государство и минимизировать риски заражения, да, на время. Но для нас это в плюс. У нас есть время забронировать, подумать. Мы можем же из дома зайти на сайт, попутешествовать, да, виртуально. У нас сейчас такое время, что мы можем где угодно ходить и гулять виртуально. Забронировать. Броня, она прям 100% ни к чему не обязывает. Есть определенные условия. Их можно изучить. Можно позвонить своему турагенту, задать все вопросы. Все с удовольствием все объяснят, расскажут, помогут. Есть ограничения более 25 стран. Можно выделить такие основные сейчас направления, которые вот в сезон пошли. Это Кипр, Израиль, Израиль и Ордания. Черногория. Ну, опять-таки, на сегодняшний прям вот день сегодня люди бронируют. Они бронируют, они смотрят полетную программу. Полетная программа открывается для каких-то стран конец апреля, для каких-то стран начала июня. То есть Кипр с 1 мая открыт, Черногория открывается, Хорватия с 1 июня. Ну, так вот в основном. То есть можно спокойно, смело бронировать. Тем не менее, в интернете наблюдается и позитивная динамика, что люди покупают туры сейчас на тропические острова. И, ну, это действительно ли так? Действительно, это так. Потому что те страны, которые не закрыли границы, въезд разрешен. И здесь идет только наш человеческий ресурс, такое, не знаю, качество, самосохранение. Ну, нежелательно, с одной стороны. Но можно же чуть-чуть переждать. Хотя бы просто потому, что мы можем оказаться в зоне риска. Даже не может быть там никакого заражения. Да, вот даже если говорить сейчас именно про зону риска, то что произойдет? Ну, что произойдет? Будет просто, во-первых, прерыв, может быть, поездки, отпуска. Да, что тоже это неприятно. Экстренно может, например, страна принять решение о закрытии границы. Соответственно, что делает наша страна, Россия, совместно с туроператорами и с Ростуризма, с Министерством иностранных дел? Они организуют вывоз наших туристов из той или иной страны, в которой это происходит. Да, соответственно, риск большой, потому что люди теряют деньги, дни, отдыха. Да, деньги как таковые, может, они не потеряют. Здесь идет вопрос большей потери времени и своего нервного психологического здоровья. Да, все-таки люди едут за отдыхом. Да, ты едешь за отдыхом, здесь такая происходит ситуация, что туда можно, сюда нельзя. Также закрываются какие-то парки, какие-то детские площадки. Такие меры проводятся, и будешь себя чувствовать просто не совсем комфортно. Поэтому, если кто-то хочет, прямо вот сейчас, я говорю, желанием оказаться на море, на солнышке, то, наверное, лучше какая-нибудь турция, что ты приехал в отель, у тебя замкнутое пространство. И, наверное, даже какой-то небольшой отельчик, с одной стороны, где поменьше людей, где спокойненько отдыхаешь, загораешь. Вот, Россия, наша замечательная страна, туроператоры, они все помогают. Помогают они в вывоз туристов, если вдруг говорят по телевизору, что там не могут люди уехать или еще что-то. Скорее всего, это было больше касается самостоятельных туристов, которые сами планировали отдых. Все, что касается туристов, которые спланировали туры через турагентство, через туроператоров, которые зарегистрированы в Ростуризме, в Росреестре, это очень важно. Не вестись, скажем так, на дешевые путевки, а все-таки обратить внимание на надежность того или иного турагентства или туроператора. Вот, помогают организовывать вывоз, как он происходит, вот человек оказался в отеле и вдруг закрывается страна. Как его организовывают? Все мы знаем, что на рецепшене, в отеле вообще к вам есть привязанный гид, который в обязательном порядке сообщает, что, например, ваш отдых сегодня прерывается, завтра вы улетаете таким-то рельсом с такой-то страны. Все организовывается, трансфер, вывоз, то есть без паники, главное, без паники, просто нужно понимать, что если сегодня вы летите, что вы летите не как обычно, да, сегодня такая ситуация в стране, что нужно быть к этому готовым, и все, вот что, позвонят, не говорите, я не уеду. Нет, лучше не сопротивляться. Не сопротивляться, да. И опять-таки можно позвонить по всем вопросам на горячую линию Ростуризма. Раз, два, официальный, да, на аннекс тур, библиоглобус, это то, что отмечено Ростуризма. Выделены телефоны, также придумали и здоровски сделали такую идею в Министерстве национальных дел, приложение в помощь туристу, то есть можно его установить на телефон и всегда в мобильном варианте смотреть, отслеживать ситуацию по стране и вообще какие меры происходят. То есть это в наше электронное время очень актуально. Возможно ли в ближайшее время повышение цен на туры в связи с теми убытками? Никто не может ничего прогнозировать, но может быть повышение из-за курса валют. Это 100%. Может быть, если курс валют будет расти, то и туры будут расти. Почему? Потому что у нас все договора заключенные, не считая России, конечно, здесь рубль, да, по всем странам, это евро-доллар. Соответственно, мы на этом, ну, мы привязаны к этому. Изначально тур, когда покупается, указывается и показывается, что он в евро или в доллар-валюте в пересчете на сегодняшний день по центру банка или по курсу туроператора, потому что у каждого как бы свои особенности. Может быть, и, наверное, в связи с этим и связано то, что сейчас идет приличный поток туристов, которые бронируют на лето. Во-первых, ранняя бронь, она всегда дешевле, как бы там на 20-30%. Ну, все в зависимости от направления, от туроператора, это индивидуально. Запреты, которые сейчас уже введены до апреля, до мая месяца, что, возможно, их могут продлить, да? Но, тем не менее, люди как-то или это как бы уже вряд ли? Мы, конечно, все надеемся на лучшее, на те данные, которые сейчас есть, на ту информацию. Полетные данные согласовываются же не просто так, мы решили и вы летите. Они согласовываются со всеми инстанциями, скажем так, на сегодняшний момент. А по официальным данным, например, Кипр с 1 мая открыт. То есть, прямо сейчас там вот буквально недавно были знакомые туристы или там люди, которые живут постоянно, как бы, да, есть там товарищи. Они уехали, они говорят, что официально, допустим, к примеру, Кипр, он закрыл внутренние границы и внешние до 30 апреля. То есть, с 1 мая они открыты. И по нашим данным строим как бы параллель. В России тоже полетные данные, все возобновлены, идет бронь и туристы. То есть, наверное, даже сейчас в такой момент ажиотажа, может быть, людям, которые думают позитивно, даже будет выгоднее сейчас купить. Потому что, как бы, сейчас кто-то затаился, я не буду, я отсижусь, посмотрю. А те, кто смельчаки, как это говорят, кризис для многих, наоборот, это успех. Ну, то есть, люди всегда, они разделяются, да? Разделяются. Есть паникеры, все, они уже в перчатках, в масках. А те, которые готовы раз здесь, в России, у нас идет вот такая вот, возникла такая ситуация. Не полететь ли нам куда-то в другую страну, где пока все более-менее спокойно. Сейчас, конечно же, как бы нежелательно летать. Но есть такие люди, они летают, и это не так, что 1, 2, 3. Это самолеты бронируются и летят. Если есть возможность перенести свой отпуск, то лучше, конечно, это сделать. Просто для сохранения своих вот всех этих календарных дней, которые тебе предоставлены по отпуску. Перестраховаться. Перестраховаться, да. И спокойно бронировать сейчас на лето. Спокойно. Да или вообще на бархатный сезон в осень. Уж к осени точно маски все снимают, перчатки поснимают. Ну, а по последним данным, Ростуризм предложил туроператорам дать путешественникам возможность менять даты поездки, да, и место отдыха. Да. В течение года из-за ситуации с коронавирусом. Да, все верно, да. Все, что касается авиа, даже просто билетов. Раньше были такие тарифы, которые были невозвратные. То есть мы это туристам всегда рассказываем, что вот вы, если не летите, не купили, скажем так, не приобрели страховку от невыезда, мы ничего сделать не можем. У нас также идут фактически понесенные расходы, и мы как бы это забираем. А что в себе вот несет страховка от невыезда? В чем она заключается и вообще? Ну, скажем так, что в обычной жизни, да, независимо от сегодняшней ситуации в стране и в мире, она в себе несет что страховка от невыезда? Что по, скажем так, опять-таки подтвержденным данным, что в силу болезни, в силу каких-то вот неопределенных вот таких вот ситуаций, которые подтверждены официально, вы имеете право полностью 100% возместить те затратные суммы, которые вы потратили на путевку. Если у вас нету этой страховки... Это дорогая опция? Нет, недорогая. Но опция, она рассчитывается, опять-таки, из коэффициентов в зависимости от страны, от возраста, ну, как и любая страховка. Почему? Потому что, например, страховка в 60 лет, она будет стоить одному, потому что здесь уже волей-неволей они приписывают хронические заболевания. Дети, они всегда у нас гуляют, падают, не знаю, там, очень активны. Вот, соответственно, сказать сейчас, вот столько-то она стоит, нет. Но она вообще, в принципе, вот если, скажем так, взять в тур и взять ситуации, какие могут происходить, ну, небольшая, совершенно небольшая. Вот, есть обычные страховки. Обычная страховка – это уже по месту, ну, если какие-то травмы или что. Если кого-то интересует страховка от невыезда, тот туроператор или тот турагент, с которым мы сотрудничаем, как туристы, мы должны задать вопросы. И официально турагентство, оно должно всё разъяснить. Что касается настоящего момента сейчас, то, наверное, она актуальна. Она актуальна, но, с другой стороны, если вдруг вы берёте сегодня путёвку, и завтра происходит закрытие страны, то здесь идёт просто работа с агентом, с которым вы работаете, с отделом бронирования. Всё это решаемо, всё это делаются запросы. Либо мы договариваемся, что, в принципе, лучший вариант о переносе сроков. Можем и страну поменять. То есть, ну, это уже как бы стоимость будет регулировать нами, да, тоже. Либо отменяем. Ну, если это неофициальные данные, и вдруг человек сам просто, вдруг резко вот он передумал лететь. Здесь, конечно, без страховки от невылета у него, он не вернёт 100%, даже на сегодняшний момент. То есть, он будет всё равно оплачивать фактически понесённые затраты. Ксения, благодарю вас, что вы пришли, и за разъяснение всех таких насущных вопросов для туристов. Ну, а если же вы всё-таки решили полететь отдохнуть, то стоит тщательно подходить к выбору страны, исключая все возможные риски. Вы смотрели специальное интервью? Оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует... Продолжение следует...